Приветствую вас, Анна. Я думаю, что, во-первых, вы ревнуете, что тут у вас есть ревность, у вас есть некая какая-то неуверенность в себе, у вас есть, может быть, страх какой-то, страх остаться одной или что-то такое. Вот, ну, это понятно, что в таком, может быть, в такой форме неявный, да, вот, и вообще вся эта ситуация, она демонстрирует, что у вас отношения с мужем вашим, ну, не без проблем, да, и ваше восприятие себя, оно, в общем-то, тоже не без проблем. Да, вот, и вопрос, вот, любопытства, да, что вам любопытно следить за страничкой его бывшей жены, это вопрос соперничества, это вопрос того, что вы видите угрозу в его бывшей жене, угрозы для себя, в первую очередь, и вот именно в этом контексте, в контексте того, почему вы видите угрозу в действиях бывшей жены для себя, и нужно, как бы, двигаться, да, вам, либо вместе с психологом, либо одной, как угодно, но это основная проблема. основная проблема в том числе, вы вот так вот, близко к сердцу воспринимаете то, что это делает бывшая жена, хотя бывшая жена, по большому счету, да, она просто пытается вернуть тот костыль, который был ее муж, и, к сожалению, вы своего мужа, мне кажется, тоже воспринимаете в том числе и как костыль, может быть, в меньшей степени, но воспринимает, вот. Что касается дочери, с которой вы ссоритесь, да, то здесь, мне кажется, есть элемент перекладывания ответственности с себя на других, в том числе на бывшую жену, потому что, ну, ссориться с девушкой 19 лет, для женщины даже 32 лет, если мы предположим, что это было в начале, а девочке, соответственно, было меньше, но это странно, это странно. Это как минимум означает, что вы воспринимаете ее девочку, как равную себе, ну, равную себе, не может быть равной вам, девочка, там, которая, по сути, может быть, вашей дочерью, вот, то есть, ну, 27, ну, ну, да, может быть, может быть, вашей дочерью, в теории, вот, то есть, ну, нет. Нет, 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 то есть, тут опять же момент такой, что вы как-то вот неуверенно общаетесь с как раз своим, ну, вот, с ребенком, вот. Вот, и неуверенность, это она имеет свои причины, вот. Любопытство, это тоже такая вот защитная реакция, свидетельствующая аппом, что вы вот склонны свои чувства, которые у вас есть, вы их, ну, склонны как-то подавлять, вы склонны их не прислушиваться к ним, вот. Вот, и, на мой взгляд, это тоже достаточно серьезная проблема, вот, потому что, да, означает неискренность, а, по отношению к другим людям и по отношению к вам, в том числе, тоже. Вот, дальше, значит, теперь я пройдусь по вашему тексту, да, это вот то, что я, ну, в общем, не сказал. А, мне зовут Данна, мне 37 лет, пять последних из которых я в браке, первые два в виде гражданского с мужчиной 47 лет. Посмотрите, есть разница в возрасте достаточно большая, а, 10 лет. А, конечно, между 37-летним человеком и 47-летним человеком разница в возрасте не столь значима, как, например, если вам было 27 или 17, а ему, соответственно, 10 лет больше, вот. Да и 27-37 разница тоже не особо, но, все равно, реально, достаточно ощутимо, и очень важно понять, эм, как воспринимать мужчину с мужчином. То есть, если это, если это просто любовь, то это хорошо, но если вы видите в нем кого-то еще, а, если мы говорим о ревности, то, все-таки, это определенная потребность, это определенная потребность во внимании, в принятии, в любви. Вот. То, тут, конечно, значение вашего мужчины желательно бы разгрузить. На момент знакомства он жил один на протяжении года, и ушел из-за конфликта от жены, с которой поросли 20 лет. Двое детей, у них сын 22, и девочка 19. Слушайте, ну, вот, эм, жил один год, да, это серьезно. То есть, это серьезно, вот, в том смысле, что, ну, как бы, понятно, что, эм, мужчина серьезно был настроен, да, что, ну, серьезно был настроен не сходиться со своей бывшей женой. Вот, но, эм, у, у, уход, э, разрыв отношений из-за конфликта, это, э, причина, как вам сказать, которая всегда оставляет, э, ну, что-то вроде, э, недоговоренности. Оставляет почву для маневра. Потому что любой конфликт, э, является, по большому счету, э, продуктом, э, интеллектом. Вот. Это именно интеллектуальная история. А любую интеллектуальную историю можно оспорить, к сожалению. И, э, если, э, если мы говорим про оспаривание, то это, как раз таки, и является проблемой. То есть, всегда можно, всегда, можно этот конфликт оспорить. И это проблема. Достаточно серьезно. Именно поэтому у жены, э, есть, как бы, э, надежда. Э, надежда на то, что, она сможет вернуть, э, ну, э, своего мужа. Вот. Поэтому очень важно увидеть не просто, что был конфликт, да, а очень важно увидеть, что, что за этим конфликтом. Остался ли у мужа обиды на, на жену. Остался ли у мужа, э, э, негатив какой-то, к жене. Вот. И так далее. Вот это важно. Потому что, если конфликт остался, если обида осталась, если негатив остался, то, к сожалению, и, э, э, чувства. Чувства, скорее всего, тоже остались. Вот. А, ну, пускай и, э, может быть, э, не такие сильные, да, но особо. Вот. И тогда, э, ваши, э, подозрения, э, вот, они, в принципе, имеют право на существование. Вот. Вот. Как бы это вот не звучало, да, но они имеют право на существование. Ваше подозрение. Ваша тревога, по этому поводу. Э, дальше, значит, э, так, ну, тут вы пишите про детей, я вот не очень понял, зачем бывшая жена, явно никак, э, себя не проявляла в его сторону, но через детей наставила ее против меня. Манипулировала, чтобы мы ссорились. Э, ну, здесь, я уже сказал, имеет место быть, э, э, перекладывание ответственности, э, э, с одной стороны. С другой стороны, а, э, значит, э, э, манипуляция, да, э, манипуляция жены, э, связанная, конечно же, с тем, что она, э, э, не готова, э, его отпускать. Хочет, ну, хочет, э, хочет, чтобы, э, э, он был ее, или, может быть, ни с кем не, э, э, встречался просто. Вот. Вот. Ну, опять же, тут, ну, все зависит исключительно от, э, э, характера их отношений, я полагаю, так. Вот. Э, э, дальше, сейчас, резко сменила тактика в одноклассниках, явно специально для него выставляет посты о том, что хочет вернуть былые отношения, вдруг вернись ко мне любимой, я соскучивал. А, э, мой мужчина у нее в друзьях в ОК. А, ну, э, э, понятно, что, э, женщина, э, начала чувствовать, э, угрозу. Вот. Женщина начала, э, э, чувствовать угрозу, и вот эта угроза, она мотивирует, э, э, ее, э, что-то делать. Вот. Она мотивирует, как-то, э, э, себя проявлять. Вот. То есть это, ну, это понятно, на самом деле. А, другой вопрос, как это воспринимаете вы, и как воспринимает это ваш муж? А, э, э, все, всяческие картинки с текстами, что любовь личная, другие моменты, интригующие. Не интригующие кого? О, э, э, а, э, вы вроде никак в Turns публику SEED не реагируют, э, э, он особо не сидит в этих, э, 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 соц сетях часто. Ну вот здесь видите, вы ревнуете, то есть здесь у вас есть ревность, у вас чувствуется ревность. И мне кажется, что ревность возникает по причине того, что вы в себе не уверены. Ну а иначе с чего? Какая разница, как реагирует муж, какая разница, сидит он в ОК, не сидит он в ОК. Ну это же все, это же все детально, да, это же все не серьезно. Дальше. А мне вот любопытно, что именно вам любопытно? Я скажу время, а времени дает страничка. Зачем? Мужчина у нее нет точно. А местных детей у нас супругов нет, у меня жизненная позиция так сформировалась в течение времени и переходом в возраст. Ну это ваш выбор. Зачем я обращаюсь к вам? Как мне вести себя, понимая, что бывшая женщина, моего мужа хочет ее вернуть и применяет такие вот хыстренькие тактики. Как мне вести себя, чтобы что? То есть чтобы что? Пока что я вижу, что вы только лишь напряжены. Пока что я вижу, что вы находитесь не в своей тарелке. Пока что я вижу, что вам в той или иной степени это неприятно. И вопрос заключается в том, почему вам это неприятно. Вопрос заключается в том, как это задевает лично, как это задевает личного, понимаете? Вот, собственно, какой вопрос нужно поднимать, да? А не то, что вам любопытно или нет. То есть на мой взгляд, на мой взгляд, любопытство это просто защитная реакция. Потому что здесь защитная реакция перед страхом может быть чем-то еще. Дальше. Думаю, пора бы уже и забыть о ее страничке в ВК, но любопытство еще берет вверх. Да, нашли любопытство. Дети его общают со мной холодком, а мой любимый вкладовник Билл, что он замечательный отец. Вас что-то задевает, что дети общают со мной холодком? А они не должны общаться с вами в схватку? То есть, как бы, в чем здесь конкретно ваша, ну, трудность? Так, я боюсь, что если он поймет, что она хочет его вернуть, он может задуматься над этим. Хорошо. Допустим, он может над этим задуматься. А спору нет. Он над этим задумается, и что дальше? То есть, ну, чем это, допустим, для вас грозит? Означит ли это, например, что вы не уверены в своем мужчине? Означит ли это, например, что вы не уверены в себе? Означит ли это, что у вас есть элементы недоверия к своему мужчине? Или что? То есть, вы боитесь, что он об этом задумается? Да, но откуда такие мысли приходят в голову? Что вас к этим мыслям опять же приводит? Понимаете? Какая штука. Дальше. Ну, иногда ссоримся, отношения хорошие и любовь есть. Ссоры. Ссоры это следствие, с одной стороны, страха близости, с одной стороны. Вы боитесь, ну, близости, вы боитесь, ну, сближения, да? И не только вы, кстати, боитесь, не только вы, кстати, боитесь сближения. Ну, и он тоже, раз, ну, раз ссоры у вас имеют место быть, да? Вот. С одной стороны. С другой стороны, речь идет о том, что вы подавляете свои чувства. И не выражаете их, ну, не выражаете их. Подавляете, может быть, их. Вот. И так далее. Короче говоря, у ссоры есть причина. Вот. И самое главное, одно из главных, то, что вы не, ну, не вырабатываете никаких решений. Вот. Понимаете, какая штука. То есть, ну, то есть, вот, вы ссоритесь, вы миритесь, и все, да? Как бы. А дальше-то что? После того, как вы померитесь. То есть, там нет никаких, никаких решений, да? Нет, нет никаких, никакой выработки. Выработки я имею в виду на будущее. Как в этой истории. Если вы, например, ни к каким решениям не приходите, то нет смысла в таком случае в примирениях, ну, в примирениях ваших даже. Вот. Понимаете? Какая, какая штука. Вот. Такое мнение. Что касается советов, то психологи, значит, ну, психологи не дают советов. А то касается рекомендаций, то я бы вам рекомендовал поисследовать. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вы чувствуете, что стоит за вашим любопытством. Вот. Какие эмоции, чувства, противоречия стоят за этим, за этой соной. Вот. И, соответственно, после того, как вы с этим разберетесь, я думаю, что вы сможете обрести гормон. Вот. Но гармония, эта гармония, она зависит исключительно полностью от вас. Вот. Гармония не зависит от мужчины и от его бывшей жены. Такая вот история. Поэтому я надеюсь, что вам это было более... Ну, болеет. А, на этом, на этом всё. В принципе. А, я надеюсь, что он помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю... Я вам желаю удачи. Я надеюсь, что у вас будет всё хорошо. Я надеюсь, что у вас всё будет здорово. Я надеюсь, что вы разберетесь с этим. Вот. Либо самостоятельно, либо с помощью психолога. Вот. Сложности, сложности, если вы будете работать с специалистом, сложности будет меньше. Гораздо. Вот. Ну и, соответственно, вы сможете сохранить свой союз. Вот. Но если у вас действительно есть любовь, то страх перед тем, что мужчина может задуматься об этом, о том, чтобы уйти, ну, он здесь лишний. Потому что любовь означает возможность отпустить. Вот. И вы то, что говорите, вы сейчас, ну, подтверждаете, наверное, то, что вы отпустить его не готовы. И в таком случае можно поднять вопрос о том, насколько вы его любите. Опять же. Вот. Я понимаю, что... Я понимаю, что... Я понимаю, что... Я это всё говорю утрированно. Несколько. Вот. Я боюсь себе в этом отчёт. Я не хотел бы... Я не хотел бы... Не хотел бы... Чтобы... Вы думали, что это... Обязательно. Так. Всё. Я не хотел бы... Вот. Но... Тем не менее. Я вам ещё раз... Желаю... Всего вам... Самого доброго. Удачи. И надеюсь, что... Ваша ситуация разрешится.